Слово Божие 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 А Иисус сказал кое-что еще более мощное Он сказал любите врагов ваших благословляйте преследующих вас и молитесь за обижающих вас и мы не можем применить это слово на практике если в нас не будет Святого Духа Духа Божьего Сеул потерял этот дух но у Давида он был Давид любил Бога и это дало ему правильное отношение и правильное положение сердца это было угодно Господу и я хочу прочитать вам еще один отрывок он описывает экстраординарные моменты жизни Давида этот текст можно найти в 24 главе первой книги царств и говорили Давиду люди его вот день о котором говорил тебе Господь вот я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним что тебе угодно Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула действие происходит в пещере Саул там и Давид тихо подходит к нему сзади и отрезает край его верхней одежды Библия говорит что после сего больно стало сердцу Давида то есть в нем не было злобы на своего врага а наоборот уважение сочувствие Давид слушает свою совесть и говорит что не причинит вреда помазаннику Божьему конечно Давид сам был помазан Богом а Саул потерял свое помазание но Давид не поднимает руки на помазанника он останавливает своих людей которые подталкивали его к мести продолжение 24 главы первой книги царств показывает нам необычную и трогательную ситуацию когда Саул вышел из пещеры Давид обратился к нему издалека назвал его своим господином своим отцом и спросил почему тот питает к нему ненависть как доказательство своего доброго отношения Давид показал отрезанный край одежды Саула он не убил Саула когда тот был в его руках враждебность Саула привела к тому что Давид отдал все в руки Господа он отказался мстить сам за себя он говорит Богу Господь ты сила моя ты оправдаешь меня так и произошло Саул умер на поле боя но Давид не радуется он не говорит с облегчением о наконец-то я избавлен от моего врага он плачет и сокрушается он опечален тем как закончилась жизнь Саула так что друзья мои давайте и мы не будем радоваться когда у наших врагов случаются проблемы или болезни давайте применять слово Божие и молиться за них будем молиться за обижающих нас и позволим Богу изменить наше сердце это все о чем я хотел говорить сегодня да благословит вас Господь спасибо за субтитры спасибо за просмотр спасибо за просмотр